Координационный совет профсоюзов Ленинского района был создан в 2002 году. В его состав вошли руководители отраслевых профсоюзов, учреждений культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ и агропромышленного комплекса. За годы работы Координационный совет решил множество вопросов, касающихся защиты прав и интересов коллективов, организаций и предприятий района. Теперь есть возможность поделиться наработанным опытом с коллегами. Мы рассказали им о работе Координационного совета, чем мы занимаемся, какие у нас ставим вопросы. Вопросы занятости, зарплаты, отдыха, оздоровления детей, вопросы жилья. Делегация из республик рассказала и об успехах, которых удалось достичь и о проблемах. Сейчас в Луганск и другие города возвращаются местные жители. Постепенно восстанавливаются дома, строятся дороги и даже появилась работа. Но в феврале этого года заблокировали грузовое и железнодорожное сообщение. До того, как блокады не было, была пятидневная рабочая неделя на железной дороге, теперь трехдневная рабочая неделя. Ищем и пути сбыта. Шахты заработают. Потихоньку они начали работать. Уголь мы вывозим. По словам Натальи, эта встреча состоялась не только для обмена опытом. Жителям республик важна как гуманитарная помощь со стороны России, так и простая человеческая поддержка. Во-первых, то, что пригласили в Российскую Федерацию, это огромный прорыв. Сегодня мы встретились со своими коллегами-железнодорожниками. И все, что нам надо делать заново. Молодая растущая республика. Мы поговорили и про отраслевые соглашения, и про коллективные договора, и про бесплатный проезд, что для нас железнодорожников очень важно. И так было всегда, даже с царской железной дороги железнодорожники ездили бесплатно. Про детские оздоровления. Основной отраслью экономики Донецкой республики является промышленность. Сегодня силы руководства брошены на восстановление и развитие предприятия. Несмотря на все сложности, жизнь налаживается. Сейчас в республике проживает более 2,5 миллионов человек. Люди возвращаются. Сегодня уже есть и пробки на дорогах, и транспорт уже забит. В то же время, конечно, есть контрасты, потому что обстреливают в основном окраины города. Люди там живут. В убежищах, в подвалах. В ночь проводят в подвалах, в утром встают и ее торопят. Живой диалог – это всегда лучшая форма общения. Поэтому хочется узнать проблемы других, поделиться своими наработками. Ну и узнать, чем можно помочь. Если наш опыт работы Коэриционного совета поможет людям, которые, можно сказать, живут в состоянии войны, то мы будем очень рады этой встрече. На протяжении двух часов шла беседа между представителями профсоюзов. Рабочий визит делегации продолжится до четверга. За это время, помимо деловых встреч, гости познакомятся с достопримечательностями Ленинского района. Ирина Бокова, Константин Брылов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.